Всем здравствуйте! С вами снова Айсель Исмаилова, методист и преподаватель русского языка и литературы в ТАИМ. Перед нами очередной вопрос, очередная ситуация и сборника тестов по куррикулу на азербайджанском языке, который я перевела для вас. Давайте разберем ее. Несмотря на то, что учитель объясняет новую тему в процессе обучения, он не дает учащимся никаких заданий, связанных с закреплением знаний, а также не проверять, насколько учащиеся усвоили урок. Учитель больше всего сам объясняет урок и не учитывает интересы учащихся. Какое из приведенных представлений по данной ситуации верно? То есть, что мы здесь видим? Урок проводится, все есть, но заданий нет, чтобы ученики закрепили свою информацию. Во-первых, я на это обращу внимание, что она не дает никаких заданий, чтобы закрепить информацию. То есть, закрепления нет. Ага, а потом она не проверяет вообще, как они усвоили. То есть, вообще даже может и рефлекции здесь нет. То есть, не проверяют. И это тоже подчеркиваю. И она делает акцент на то, что больше она сама объясняет урок. То есть, учитель сам объясняет урок, не учитывая их интереса. То есть, направленности на ученика здесь нет. И рассмотрим, что сюда относится. Первое утверждение. Учитель нарушает ряд педагогических требований, не учитывая интересы учащихся. Да, я это возьму, потому что мы только что с вами увидели, что направленности на ученика нет. Возможно, здесь нет и создания благоприятной среды тоже. Потом она, наверное, не соблюдает требования целостности педагогического процесса, потому что она тут чисто нацелена на то, чтобы рассказать урок без закрепления этой информации. То есть, данные педагогические требования, это, кстати, тема государственные стандарты. Вы можете повторить эту тему. Туда относят принципы целостность педагогического процесса, направленность на личность, создание равных возможностей, направленность на ученика, направленность на развитие, стимулирование деятельности, создание благоприятной среды, инклюзия и обеспечение отношений школы-родители. То есть, вот 9 принципов. Несколько из них, но у нас просто тут не слишком подробно дана информация, чтобы говорить, какие именно. Но вот если так сказать, да, направленность на ученика, направленность на развитие, она даже не проверяет, как они усвоили. Потом целостность педагогического, точно тут этого нет. Поэтому первое утверждение верно. Второе утверждение. Из такого поведения учителя мы видим, что он не следует этическому принципу культурного поведения. Здесь нам нужно вспомнить тему правила этического поведения. Культурное поведение подразумевает бережное отношение к учащимся. То есть, тут больше про отношение учителя, как он себя ведет. То есть, не сказано, ситуация вообще не сказана про ее поведение. Речь о ее уроке. То есть, она содержание неправильно предоставляет. И поэтому культурное поведение я бы сюда не отнесла. И тут второе нам не подходит. А вот третий. По поведению педагога можно определить, что он не следует этическому принципу профессионализм и личная ответственность. Вот как раз-таки данный этический принцип гласит о чем? Что учитель должен выполнять свою работу в рамках обязанностей. А обязанностью учителя как раз-таки является обеспечить усвоение образовательной программы. И это делать не только теоретически, а еще обязанностью учителя является реализация государственной политики в сфере образования. Или же, как скажем, что куррикулум она должна внедрять. Она должна все делать по куррикулуму. А куррикулум говорит, что недостаточно просто давать материал. Тут мы еще добавим тему Роберта Ганье, 9 шагов обучения. Что нужно не только дать материал. Вначале вообще их нужно подготовить. Потом, когда дали материал, обеспечить обучение нужно их. Потом дать материал для закрепления, дать им обратную связь, посмотреть, усвоили ли они это или нет. То есть третье утверждение тоже подходит. И четвертое. Очевидно, что учитель неправильно использует право учащихся на качественное образование. Здесь, знаете, у учеников есть такое право качественное образование. Но здесь речь про учителя. То есть мы смотрим не на учеников, а может быть, она дает качественное образование. То есть в ситуации опять-таки недостаточной информации о том, чтобы говорить, что вот она не использует данное право учащихся. То есть это немножко не объективно говорить про данную ситуацию. Да, и учитель должен использовать свои обязанности. Во-первых, это не ее право. Это не относится к ее праву, чтобы она как-то использовала. Она должна соблюдать это право по отношению к ученикам. То есть по построению предложения тоже видно, что это неверно. Поэтому четвертое я тоже не беру. Итого к этой ситуации относятся утверждения 1 и 3. Вариант D. На этом все, уважаемые коллеги. Всем удачи. До свидания.